Не оставаться равнодушным к проблемам общества – вот что означает быть гражданином. Тверская общественная палата и автономная организация «Здоровье детям» организовали благотворительную акцию, подарили Тверскому дому ребенка, теремок, новое интерактивное оборудование и предметы первой необходимости. Подробнее в сюжете Анастасии Новичковой. Они такие же, как и мы. Также радуются теплу, хотят быть здоровыми, счастливыми и любимыми. Только живется им труднее. Дети с ограниченными возможностями требуют постоянного ухода и заботы. Им ее нужно чуть больше, чем другим детям. Тверской дом ребенка «Теремок» специализируется на лечении и профилактике детей с различными патологиями и проблемами со здоровьем. В учреждениях ведется большая педагогическая работа, учитывая индивидуальные особенности детей разного уровня развития. К сожалению, бюджетное финансирование не покрывает всех необходимых расходов на содержание детей в доме ребенка. И только благодаря спонсорской помощи и благотворительности дети не испытывают дефицитов в самом необходимом. Общественная организация «Здоровье детям» не осталась в стороне и помогла обеспечить детей новым интерактивным оборудованием. Мы привезли подарки. Это сенсорный ковер с прожектором, средства гигиены, детское питание. Это поможет им в развитии, потому что о важности здоровья детей говорил неоднократно уже наш президент. И на это нужно обратить большое внимание. Развивающий коврик — это большая игровая зона, на которой присутствует множество различных элементов, которые отличаются формой, цветом, размером, различными издаваемыми звуками и прочими интерактивными особенностями. Он помогает детям развивать мелкую моторику, развивает цветовое восприятие, концентрацию внимания и формирует логическое мышление. Современное оборудование вместе с квалифицированными воспитателями, уверенность сотрудники учреждения, сделают свое дело. Вот такая забота общественников о здоровье детям очень важна действительно. И подход, скажем так, персонифицированный, именно исходя из нужд учреждения, тоже очень важен. Я уверена, наши дети будут радоваться этому звездному небу. Это действительно очень хорошая современная методика. Ну а питание для малышей грудного возраста, оно всегда тоже очень актуально. Каждая группа в теремке имеет свою тематику в зависимости от специализации. Дом ребенка рассчитан на 65 мест. Общее количество детей ежегодно достигает 130 человек. Основным результатом деятельности специализированного дома ребенка считается улучшение социальных показателей, а именно возвращение детей родителям, передача их на усыновление в приемные семьи под опеку. Как говорил Ральф Эмерсон, американский поэт и философ, сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни.